Самое обидное в этой ситуации, что народ не оповестили об этом. С нами никто не посоветовался, у нас никто не спросил, нас никто в известность не поставил. О том, что дорога вдоль домов исчезает, жители села Луговой узнали по факту, выйдя с утра за калитку. Вместо ровной насыпи – глубокая продольная яма. По словам собравшихся, они несколько лет добивались здесь нормальной дороги. Но отчаявшись на собственные деньги, проложили путь к дому. А теперь все их труды – под землю. «Признали, что дорога требует ремонта и отсыпки. Выделили нам крошку. Три года мы эту крошку найти не можем. Она куда-то у нас уходит мимо нас. Здесь вообще дороги не было, болот. Это мы возили строительный мусор, крошку за свои деньги покупали. Буквально в прошлом году собирали с каждого двора деньги, своими руками, лопатами, наши мужчины, все, кто мог, выходили». Как оказалось, здесь запланирована прокладка водопровода, но не для жителей улицы Верхней, а для сельчан из Старого Лугового, собравшиеся, возмущены сложившейся ситуации. «Ну вот это в самом деле. Вот там же уже можно даже отсюда, хороший ракурс, уже вода стоит. И как там труба может лежать?» «Должна лежать труба на чём-то, на жёстком. Она должна быть закрыта и засыпана песком сверху щебник». «Камазы здесь будут ходить, они тем более продавят эту дорогу. Раз-два стоит, и тем более дорога сядет, и глина, она будет каждый год ходить. Будут засыпать её щебёнка, всё равно смешается всё полностью с глиной». Во время интервью можно заметить, что в оставшийся прогал не может въехать даже газель, не говоря уже о скорой или пожарной машине. Пока же мы общались с жителями. По ту сторону траншеи находился начальник железнодорожного ремонтно-эксплуатационного участка «Ульяновского водоканала». Присоединился к нам он несколько позже. «Нет, а вы не ходите по бордюрам-то! Зачем?» Проект работы, выполненный силами «Ульяновского водоканала» у начальника в руках. Согласован он, по его словам, со всеми инстанциями. Но жители возмущены, что их мнение не спросили. Разговор получается эмоциональным. «Водопровод строится не вновь, а взамен того водопровода, который попал под застройку». «Почему именно по нашей улице она будет вестись?» «Потому что изыскание провели. Мы не можем вокруг села где-то там как-то все это проходить. А какие проблемы? Потому что проблема в том, что каждый метр трубы – это деньги. Деньги ваши. Какие наши деньги? Налогоплательщиков. Вот наши деньги, которые долгом мы делали. Налогоплательщиков. Наши деньги – это дорога. Что касается дороги. Дорога будет восстановлена. А в городе, в каком она была? Несколько позже мы вновь встретились с коммунальщиком. «В настоящий момент, после переговоров, найдены точки соприкосновения, то есть получены от жителей письменные разрешения на строительство. Работы будут продолжены в ближайшие дни. И по данной улице будут закончены, я так считаю, в двухнедельный срок». Работы, как заверил начальник, будут вестись поэтапно, частями. А саму дорогу восстановят в прежнем виде. Мария Сафронова и Денис Миронов. Вести Ульяновск.